ЗАГС Собрание согласовало предложенные Александром Авдеевым кандидатуры вице-губернаторов. Всего депутатам предстояло согласовать семь кандидатур. Речь идет о ВРИО первых заместителей главы региона Дмитрия Лызлови и Александре Ремиги, а также о ВРИО заместителей губернатора Константине Баранове, Сергея Волкове, Владимире Куимове, Александре Максимове и Германе Еленюшкине. Примечательно, что в зал заседаний пустили только операторов. Корреспондентам пришлось наблюдать за процессом согласования в соседнем кабинете через онлайн-трансляцию. Такое практиковалось раньше в ковидные времена. Сейчас это объяснили отсутствием свободных в зале мест. Одним из первых слова взял глава региона. Не занимались тем, что раздавали какие-то обещания и какие-то лозунги выдвигали. Старались действовать спокойно, без апатажа, без каких-то авральных действий, признавая какие-то ошибки, вырабатывая схемы решения проблемных вопросов. Напомним, процедура согласования заместителей губернатора появилась в последние дни работы Светланы Орловой. Ее преемнику Владимиру Сипягину также приходилось согласовывать вице-губернаторов. В ходе нынешнего заседания лидер Владимирских коммунистов усомнился в необходимости проведения голосования и заявил, что КПРФ голосовать не собирается. Я думаю, что процедура она избыточная. Когда вот мы говорим, что якобы мы с вами делим ответственность вместе с администрацией, с губернатором. Когда мы говорили об ответственности за заместителей, давайте вспомним, кто-то за Гадунина ответил за его уголовное дело. Что-то не было. А помните, был такой господин Шевченко, его еще прозвали Ивэлыч. Кто-то ответил. Но председатель ЗАГС Собрания был иного мнения. Я считаю, что вся вот эта работа, это серьезная помощь и поддержка в деятельности и губернатора, и работа на наших избирателей. Поэтому, ну, не считаю совершенно эту процедуру избыточной. Значит, в случае, если законодательное собрание выразит недоверие, губернатор отправляет их в отставку. Но если в ходе согласования заместителей Сипягина у депутатов, большинство которых тогда и сегодня представляют Единую Россию, было немало вопросов и далеко не всех согласовывали с первого раза, то в этом году представитель Единороссов решил, что называется, проспойлерить. И заявил, что фракция Единая Россия проголосует за всех предложенных кандидатов. Члены фракции, депутаты фракции Единая Россия сошлись в едином мнении, что все представленные кандидатуры на должность заместителя губернатора и первого заместителя губернатора имеют достаточный опыт, компетенции, знания для того, чтобы их поддержать. Поэтому сегодня фракция Единая Россия поддержит все предложенные кандидатуры. Так что каких-то неожиданностей в ходе голосования не было. Оставалось только проследить, кто из кандидатов пользуется наименьшей или наибольшей поддержкой депутатов. Аутсайдером по количеству полученных голосов оказался Константин Баранов. Он курирует вопросы социального обеспечения Владимирской области, в том числе и медицинскую сферу. Кандидат набрал 26 депутатских голосов. Один из парламентариев решил спросить, почему в биографии чиновника есть белое пятно и где он был в 2020 и 2021 годах. Константин Баранов рассказал о том, что уже ранее сообщали СМИ. Пробел связан с тем, что после определенного количества лет работы министром Калужской области мы попали в аварию. Я 9 месяцев был на реабилитационном лечении. Думал уйти со службы. Но, как видите, медицина показала на мне свою эффективность. Я даже могу, наверное, сказать, что я сейчас себя чувствую лучше, чем перед той аварией. А вот в лидерах по количеству депутатских голосов оказались Дмитрий Лызлов, он курирует вопросы внутренней политики, а также бывший в Рио мэра областного центра Александр Максимов. С недавних пор он занимается вопросами природопользования и экологии. Оба кандидата набрали по 28 голосов. Поддержать своего бывшего подчиненного на заседание пришел Андрей Шохин. Всегда он ответственно подходил к своим исполнению обязанностей, которые были, брал самые трудные направления. И я думаю, что в команде Александра Александровича принесет очень много пользы. Процедура согласования кандидатов закончилась. Но пока официально заместители Авдеева не избавились от приставки в Рио. Теперь губернатору области предстоит официально утвердить своих заместителей в их должностях.